Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодняшняя наша встреча посвящена теме «Урок английского языка во втором классе» по курсу Enjoy English. Вначале я бы хотела сказать несколько слов о содержании и структуре курса вообще в целом. Мы позиционируем его как курс традиционный, который построен на научных подходах, которые разработаны были российскими учеными, советскими учеными. И, безусловно, используем инновации в обучении. У нас происходит сбалансированное обучение общению на английском языке в устной и письменной формах. А также мы считаем, что уже проверен на практике высокий образовательный результат ОГЭ и ЕГЭ. Это подтверждило уже много лет обучения по нашему учебнику. Мы давно в федеральном перечне. Хотела бы отметить наличие шлейфа, рабочей тетради, контрольной работы, книги для учителя с ключами, аудиоприложения, рабочая программа и электронная форма учебника. Что касается курса для начальных классов, он у нас, представлены три обложки, формирует коммуникативную культуру младшего школьника. На это обращается особое внимание. Способствует формированию личностных качеств младшего школьника и общему речевому развитию. Формирует элементарную иноязычную коммуникативную компетенцию в объеме, который обозначен во ВГОС, а также базовые техники произношения письма и чтения. Весьма трудные и трудоемкие в своем формировании. Развивает интеллект младшего школьника, его когнитивные способности, то есть мышление в основном. Закладывает основы метапредметных умений. Мы учим детей работать в разных форматах, в группе, в паре. Работать с информацией, анализировать, синтезировать, собирать ее, добывать ее. Ну, это, конечно, на начальной самой стадии. Курс вызывает и поддерживает интерес к изучению английского языка, способствует расширению кругозора младшего школьника и, естественно, воспитанию положительных чувств и эмоций. Хотелось бы сказать, что урок для начального этапа, он строится достаточно удобно для учителя и для ученика. Мы придерживаемся на первом году обучения разворотной системы. То есть ребенок открывает учебник, и вот этот разворот представляет ему весь рабочий материал, который будет с учителем изучаться на данном уроке. С первого урока мы знакомим с главными героями учебника. Сюжет этого учебника второго класса – это странствующий цирк. Это позволяет многократно повторять учебный материал, формулы приветствия, прощания, все речевые клише, которые нужны на начальном этапе обучения. Все это протекает в русле игровой деятельности. Это важно, потому что игровая деятельность у нас является наряду с учебной деятельностью, которой дети начинают заниматься, ведущей деятельностью младшего школьника. Аппарат ориентировки учебника также представлен буквально на первом развороте значками, раскрывающими характер занятия, последовательность его выполнения. И это, естественно, способствует формированию учебной самостоятельности школьника. Это метапредметное умение, одно из важнейших. Далее, на первом же уроке дети знакомятся с интернациональными словами, которые школьники знают из родного языка. Узнавание чего-то уже знакомого – это вселяет в детей успех. Поэтому мы считаем, что это поддерживает мотивацию и располагает к изучению английского языка. А также знакомятся на первом же уроке с элементарными формулами знакомства, что сразу вовлекает детей в типичную коммуникативную ситуацию и позволяет использовать иностранный язык, изучаемый английский, как реальное средство общения. Наиболее типичным форматом урока иностранного языка во втором классе является комбинированный урок. То есть на каждом уроке идет работа над всеми видами речевой деятельности и над всеми навыками – произносительными, лексико-грамматическими, орфографическими, пунктуационными и так далее. Задания выстраиваются в нашем учебнике в порядке их выполнения. Эта стратегия используется у нас на протяжении всего курса. Это существенно облегчает и задачи учителя, и который не должен быть озабочен тем, чтобы обеспечить повторяемость учебного материала, поскольку авторы уже позаботились об этом, они стараются, чтобы материал регулярно повторялся. Легче готовиться к уроку, соответственно, легче включать творческие элементы, поскольку многие учителя этими умениями обладают. И если учитель начинающий и еще ни разу не пользовался нашим курсом, то учителю поможет план или сюжет урока, который предлагается в книге для учителя. Далее предусмотрено обязательное подготовленное на уроке домашнее задание. Оно специально нацелено на то, чтобы закрепить тот материал, который был изучен на уроке, и в то же время ориентирован на выработку умений самостоятельной работы. Это обеспечивает закрепление изученного материала и вырабатывает умение сочетать учебник с книгой. То есть серьезные умения, которые понадобятся в будущем. На протяжении всего первого полугодия, когда школьники знакомятся с алфавитом, учатся читать, писать, звукобуквенным анализом занимаются, и даются задания на прописывание букв в рабочей тетради довольно активно. Эти задания разнообразные, что мы увидим на последующих слайдах. Для примера привожу вам разворот. Это первый урок учебника второго класса. Вот как раз работает разворотная система. Вы видите, что на данном уроке иллюстрация, показывающая, собственно, тему, что герои странствующего цирка будут с ними работать в этом полугодии. Первое задание аудитивное. Второе задание тоже аудитивное, но уже расширенное, поскольку включаются формулы речевого этикета. Далее идет задание на разыгрывание. То, что только что представлены ситуации, то есть это диалогическая речь. Сразу, сходу дети должны вступать в нее. По образцу действуют. Четвертое и пятое упражнения представляют нам те единицы языка, лексические единицы, которыми дети уже оперируют в родном языке. И они узнают, оказывается, что в двух языках, в родном и в английском, очень многие слова совпадают, и они уже владеют определенным запасом. Вот мы насчитали, что это около 200 лексических единиц, которыми дети оперируют спокойно. Ну вот доктор, дентист, фотографер, боксер и так далее. И вот в последней в ряду стоит клоун, клоун, который тоже, это слово тоже знакомо детям. На нижней картинке вещи, расположенные в доме, и телевизион, и телефон, и компьютер. Ну, в общем, если вы рассмотрите картинку, то все слова, фактически, которые здесь, картинки, все, которые представлены на данной большой картинке, они могут быть озвучены с помощью знакомых слов. И домашнее задание, это упражнение 1 на странице 3, рабочей тетради. Выполняется письменно. Вообще, поскольку во 2-3 классах различий в темпах обладения языком больших нет между детьми, вот эта разворотная система и поурочное планирование, они достаточно хорошо оправданы. Кроме того, если ребенок заболел, пропустил 2-3 урока, он с учителем вместе и с родителем вместе получает информацию, что можно самостоятельно под руководством родителей или учителя восполнить эти знания. То есть вот по страничке рабочей тетради здесь представлено 57 урок, 58, если он пропустил. Видно, что заданий достаточно много, по 4 задания каждому уроку. Учитель может регулировать, выбирая те задания, которые наиболее необходимы данному ребенку. Тем, кто плохой механической памятью владеет, значит, много надо прописать, несколько слов почаще. Те, которые предложения плохо составляют, они могут воспользоваться моделями и примерами и сделать это. Я бы сказала, что курс обладает потенциалом для обучения английскому языку и при большей учебной нагрузке. Это говорю к тому, что во многих школах иногда по часику в неделю добавляется. Так вот, если такая ситуация, что у вас не 2 часа в неделю, а 3 часа в неделю удается на урок, на иностранный язык получить, то этот ресурс, который дает рабочая тетрадь, если все эти упражнения выполнять в полном объеме, он позволяет не выборочно использовать рабочую тетрадь, а на постоянной основе. Вы видите 38-й урок, в котором тоже разворотная система, тоже логика такая, что сначала аудирование, потом второе упражнение – это рассказ монологический, потом рассказ монологический, вернее, диалог с опорой на модельку, слушание и чтение, чтение уже более основательное на уровне фраз, пятое упражнение, то же самое в шестом упражнении – ответы на вопросы, и чтение вслух, то есть работа над правилами чтения в седьмом упражнении. Все эти упражнения просчитаны, они легко укладываются в учебное время. У вас будет возможность, я думаю, обращаться к презентации позже, поэтому вы потом самостоятельно сможете ознакомиться с мыслями основоположников системы деятельностного подхода наших выдающихся ученых Выгодского, Ливонтьева, Конина, Гальперина, опираясь на которые, мы предложили вот это самое грамматическое моделирование, что ускоряет процесс овладения иностранным языком в тот момент, когда дети еще не владеют знаниями о родном языке. И в дальнейшем вот этот сознательный подход, так сказать, к обучению иностранному языку у нас реализуется еще через правила, которые есть в учебнике, прям словами написанные, но они, как правило, инструкции написаны, не как теоретические правила. И приложение Learning Strategies, в котором описываются алгоритмы действия. Модели, мы считаем, что в данном случае заменяют грамматические правила, поскольку детям очень трудно понять второклассникам, что такое глагол связка, пока они визуально не определяют и не увидят, что есть такие компоненты. Вот, посмотрите, упражнение первое, которое столбиками расположено под каждым символом, расположены слова, которые с ним соотносятся. И они понимают, что нельзя сказать I nice или she strong, а надо обязательно выбрать глагол связку, которая соединяет эти два компонента. Для детей, у которых опора на слух доминирует, а вообще-то слухачей гораздо больше, чем визуальщиков, данные правила и данные опоры просто необходимы. Модель позволяет создать зрительную и интеллектуальную опору для построения предложений. Еще один урок, который хотелось бы вам показать, где вот этот мистер Рулл у нас показывает структуру предложения, зримо, и дальше идет упражнение, упражнение 2, в котором герои, Тим и Том, используют эти модели для построения собственного высказывания. Ну, все остальное, как и в прежних уроках, повторяется, все виды речевой деятельности присутствуют, все навыки формируются, и произносительные, и навыки чтения. То есть, и завершается это все специальным упражнением, которое письменно выполняется дома. Еще один формат урока во втором классе – это комбинация. Это комбинированная и контролирующая часть. Например, первое полугодие завершается тестом «Прогресс-чек», в котором есть устная и письменная часть, и та, и другая выполняются на уроке, все рассчитано. Учитель может это выполнить прямо на уроке в его присутствии, и, проверив, выставить оценки. Тесты размещены в рабочей тетради, поскольку в учебниках писать нельзя, а в рабочей тетради это можно. Вот посмотрите, пожалуйста, из чего состоит письменная часть, из чего состоит устная часть. Письменная часть – это в основном аудирование, аудирование, где фиксируются определенным образом успехи ребенка. Прослушивание во втором упражнении с заполнением таблицы – это, безусловно, метапредметное умение, поскольку заполнять таблицы – это отдельное умение, над которым работает учитель начальных классов. Дальше идет у нас работа над алфавитом, поскольку все первое полугодие они изучали алфавит. И то же самое по написанию – это графические навыки, по написанию букв этих по прописыванию заглавных и строчных. В устной части – рассказ о себе и знакомство, диалогическая речь. Вот еще раз хочу зафиксировать ваше внимание, что все виды речевой деятельности параллельно формируются. Порядок их выполнения абсолютно оправдан, поскольку мы проверяли, как в собственном преподавании проверяли весь материал этих учебников, поэтому объемы, которые даются и выполняются на одном уроке, они доступны детям и дозированы. Ну и письменное и домашнее задание самостоятельно выполняется. Важно отметить, что учитель может выбирать индивидуально для каждого ученика, какие именно задания ему больше подходят. Кроме того, два урока выделяются на проекты. Это урок 32 на изготовление азбуки по инструкции в конце первого полугодия и уроки 65-66 на создание книжки-раскладушки, которая выполняется в конце учебного года. Вот прогресс-чек представлен вам на конец учебного курса. По данному тесту можно судить, насколько большого прогресса достигают дети к завершению начальной школы. Вот посмотрите, объем хотя бы текста для чтения. Сколько абзацев там, какой объем текста. Задания на следующую страницу вынесены, но вы уже по логике по стране текста понимаете, что это сказка. Вон волшебные, волшебные комнаты, волшебные герои. С этим текстом дети справляются легко. А в первой части аудитивная часть, в которой тоже используются типичные задания, которые обычно в контрольных работах используются. То есть абсолютно полноценный уже результат, который достигается к концу первого года обучения. Хотелось бы сказать, что при обучении в начальных классах дети, мы считаем, достигают уровня обозначенного во ВГОС начального образования во всех коммуникативных умениях. Работают дети над выработкой информационной переработки информации на том уровне, который им доступен. Работают с партнерами и в виде диалога, и в виде проектной работы. Естественно, есть такая фронтальная работа, которой учитель руководит. Формируются такие личностные качества, как доброжелательность, самостоятельность, умение слушать собеседника, высказывать свое мнение, целеустремленность, поскольку содержание наших учебников создают коммуникативные ситуации, в которых постоянно надо делать какой-то выбор и сознательно выбирать речевую реакцию, которую мы хотим выработать у ребенка, чтобы он соблюдал нормы речевого этикета, чтобы речевые поступки, которые он совершает, были бы позитивными. Ну и таким образом формируется мотивация к изучению иностранного языка за счет сочетания ведущих для ребенка видов деятельности, игровой и учебной. Спасибо вам большое. Если будут возникать вопросы, направляйте их по нужному адресу, мы будем готовы ответить на них. Спасибо. Спасибо.